Наше сообщение является логическим продолжением предыдущих докладов и в частности доклада Людмилы Антонны. Для поддержания структуры и выполнения сложных функций нервной системы необходимо адекватное метаболическое обеспечение. Структура нервной системы, метаболическое обеспечение и функции тесно между собой связаны. И основные направления метаболического обеспечения включают строительные материалы, энергии, предшественники медиатора, регуляторные вещества, витамины, гормоны и другие регуляторы. Нарушение хотя бы одного из этих механизмов метаболического обеспечения приводит к разным типам патологии нервной системы, как обратимой, так и необратимой. Примером может быть то важное событие в медицине, которое связано с открытием Казимира Функа, который выделил за трубей витамин В1, дефицит которого в организме вызывает полиневропатии, энцефалопатии верники, когнитивное расстройство. И с тех пор изучение мозга в норме патологии сделало огромные шаги, позволяющие исследовать его метаболизм еще при жизни больного. Метаболическая терапия нервной системы в разной степени является составной частью любого лечебного направления в неврологии. Вот в некоторых аспектах этой метаболической терапии, позвольте мне кратко остановиться. Перед вами ведущие механизмы, которые ведут к смерти нейрона. Я думаю, что она иссякла после вашего доклада. Нет, нет. Нет? Смотрите, у нас посередине. Спасибо. Уважаемые коллеги, эти ведущие механизмы нейрональной смерти хорошо известны клиницистам. Но сегодня у нас есть реальная возможность коррекции современными препаратами, указанными к механизмам. И следует назвать здесь не только антиглютаматные препараты, антиоксиданты, активаторы энергетического метаболизма, антагонисты кальция. Препараты, влияющие на нейротрофический фактор, фактор роста нейрона, нейротрансмиттеры, галинергические препараты, пептидергические препараты, нормализующие уровень аминокислот, многочисленные гаммкергические препараты. И вот анализ многих патологических процессов показывает общность ведущих механизмов их возникновения, среди которых ведущее место занимают глутаматная экзайтоксичность, оксидантный стресс, повышение содержания кальция внутри клетки. И несмотря на то, что существуют новые идеи, о которых нам сегодня прекрасно говорил Василий Владимирович, вместе с тем, современная метаболическая терапия должна учитывать вот эти наиболее важные механизмы. Это красная нить всех направлений метаболической терапии. Сравним те изменения метаболизма, которые возникают в зоне ишемии. Это глутаматная экзайтоксичность, это повышение содержания кальция внутри клетка, это лактат, ацидоз, оксидантный стресс, дисбаланс цитокинов. А вот возьмем совершенно другой патологический процесс, отдаленный патологический процесс, с эпилепсией. Формирование эпилептогенного очага также связано с дисбалансом возбуждающих витаминергических и тормозных гампиргических систем, с нарушением кальциевых каналов. Таким образом, разные формы дифференцированной терапии при этих патологических состояниях имеют общие механизмы, препятствующие вышеуказанным общим патологическим процессам, которые, как я уже сказал, должны быть красной нитью всех направлений метаболического терапии. Оптимальный уровень метаболизма создает условия для нормальной нейротрансмиссии. Мне хотелось бы обратить внимание, что невозможно проводить метаболическую терапию, не учитывая уровень нейротрансмиссии разных отделов мозга. По происхождению нейротрансмиттеры, синаптические медиаторы, выполняющие функции нейрональной коммуникации, условно разделяются на аминокислоты, моноамины, пептиды, нуклеотиды, ацетилхолин. А вот пути воздействия на различные компоненты медиаторного процесса в клинических условиях должны максимально учитывать воздействие на предшественник медиатора, синтез медиатора, процесс синаптической передачи, рецепторный аппарат. По существу только лечение болезни Паркинсона учитывает указанные четыре основных механизма. Мы назначаем метаболический предшественник, мы учитываем синтез дофамина, мы влияем на процесс синаптической передачи, влияем на ферментативные функции, которые в этом принимают участие, и влияем на рецепторный аппарат, применяя различные агонисты дофамина. По существу, если мы возьмем все современные патологические процессы, то каждый из них имеет свои нюансы нарушения медиации. И вот если мы сумеем при всех патологических процессах также оказывать влияние на эти четыре основных направления, тогда мы по-настоящему сумеем эффективно лечить больных и дифференцированно применять разные препараты с учетом их медиаторной функции. Для разных структур мозга характерно преобладание различных медиаторных систем и плотность разных рецепторов. И мы видим, что вот эти основные медиаторы, гамм, кадреналин, ацетилхолин, норадреналин, серотонин, гистамин, глицин по-разному представлены в разных структурах мозга. Что надо учитывать при назначении этих препаратов. И сегодня мы можем видеть реальную перспективу применения различных нейротрансмиттеров в зависимости от топики поражения мозга, особенно ишемическим процессом. Одной из наиболее показательных систем, где влияние на медиаторную функцию играет ведущую роль в эффективности лечения, является гистаминергический вестибулярный аппарат, о котором прекрасно сейчас рассказала Людмила Антонна. Интересно то, что применение одних нейротрансмиттеров стимулирует метаболизм других. Так, в частности, применение бета-серка оказывает влияние не только на гистаминовую медиацию, но участвует в образовании и в стимуляции других очень важных нейропротекторов и других очень важных медиаторов. Вот почему назначение, скажем, бета-серка позволяет нам добиться и улучшения когнитивных функций и других важных показателей деятельности мозга. По существу, многие препараты, которые мы сегодня применяем в неврологии, обладают полимодальным действием. И очень важно учитывать сущность этой полимодальности. Цероксон одновременно улучшает метаболизм нейрональных структур, способствуя восстановлению поврежденных мембран нейронов. Нормализует нейротрансмиттерную функцию, увеличивает синтез ацетилкалина, улучшает гемодинамику. Актовидин – мощный активатор метаболизма в нервной системе. КОНЕЦ Продолжение следует...